Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Состоялась 15-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». У нас очень динамичная, такая насыщенная программа губернатора области Андрея Юрьевича Воробьева, которая охватывает практически все стороны везде и в Подмосковье. В ходе контрольной проверки продуктов в сетевых магазинах Горок Ленинских нашлось несколько нарушений. С отделом рыночной торговли рекомендуем следить чаще. Мы каждый день проверяем сроки. В Доме культуры отметили день сотрудника органов внутренних дел. Мы как жители, как органы местного самоуправления всегда чувствуем защиту. В Подмосковном Одинцове состоялась 15-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». На ней были подведены итоги уходящего года и озвучены основные направления, по которым партия будет работать в будущем. На сегодняшний день на учете в региональном отделении «Единой России» состоит более 74 тысяч человек. На территории Московской области действуют почти 4 тысячи первичных отделений. В 2019 году количество членов партии увеличилось на 2610 человек. У нас очень динамичная, такая насыщенная программа губернатора области Андрея Юрьевича Воробьева, которая охватывает практически все стороны везде и в Подмосковье. И благодаря политической воле, активным действиям членов партии, сторонников, молодогвардейцев, многие вопросы мы решаем, и я думаю, многие еще и решим. Всего в подмосковных муниципалитетах работают порядка 1400 депутатов. И более 65% из них состоят во фракции «Единая Россия». Из 64 глав муниципальных образований более 90% являются членами партии «Единая Россия». Таковы результаты прошедших недавно выборов. Именно итоги народного голосования становятся ключевым маргером эффективной работы и уровнем доверия власти и партии в целом. Конечно, в кампании сентябрьского единого дня голосования партия может занести себя в актив. Особое место было отведено обсуждению методов работы с обращениями граждан. Руководитель региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Московской области Владимир Жук отметил, что ни одна жалоба не должна оставаться без внимания. В адрес региональной приемной поступило более 500 обращений, из них 139 письменных. Положительное решение принято по почти 22%. Среди тех, кто обращается к нам, самые активные – это пенсионеры, работающие граждане, инвалиды, ветераны труда. По окончании конференции прошло награждение отличившихся членов партии «Единая Россия». К главе городского поселения Горки-Ленинский часто приходят жалобы на сетевые супермаркеты, где встречаются просроченные продукты, а на полках не встретишь ценников. Чтобы самой убедиться в ситуации, Наталья Камалихина решила проинспектировать торговые точки и вынесла свой вердикт предпринимателям. Вместе с ней в контрольной проверке участвовала и наша съемочная группа. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Почти сердце город Ленинских. Мы заходим в сетевой супермаркет. Один из тех, который ежедневно посещают сотни местных жителей. Доступные цены и большой выбор товаров. Казалось бы, идеальное место для покупателей. Однако есть одно «но». В сетевых магазинах часто можно встретить ситуацию, что товар стоит на полке, а ценника под ним нет. Непонятно, где его искать тот ценник, сколько стоит товар. Часто еще, как здесь, например, ценник на ценнике. Все это вводит покупателя в заблуждение. А в отделе бытовой химии целые ряды, где ценников в принципе нет. Создается впечатление, что товар можно взять бесплатно. А еще просрочка, которая то и дело встречается на прилавках магазинов. Обо всем об этом свидетельствуют многочисленные жалобы в городскую администрацию. Как только все эти обращения ко мне поступили, я сразу же обратилась в наш район. И с участием отдела рыночной торговли сегодня мы пытаемся договориться, поговорить с руководством этих магазинов. И сначала сегодня у нас такая как бы выезд предупредительный, да, то есть носит рекомендательный характер. Ну а дальше уже, если они не исправятся, конечно, уже может вход пустить и прокуратура. Еще во время нашей съемки сотрудники торгового предприятия начали зачищать полки от просроченных продуктов. Немалую корзину неликвида собрали в отделе детского питания. Кстати, одно из обращений главе поселения было относительно просроченного сока для малышей. Перемещаемся в другой филиал сетевика, в поселке Петровское. Здесь все ценники на месте, зато просрочки куда больше. Жалобы были на селедку и сало. Делаем селедку в банке. В банке? Да, вот типа такой вот. Как часто вы следите за этим? Постоянно, каждый день следим. Вот 24-го и 01-го. Дело в том, что они могут посмотреть и на дату изготовления вместо... Нет, именно открыли и запах. А, ну это из... И просрочка была. А, была просрочка. Ну, может быть, не знаю, но бывает, что нарушено что-то. Пожалуйста, пожалуйста. Мы сегодня рекомендуем, вот с отделом рыночной торговли, рекомендуем следить чаще. Мы каждый день проверяем сроки. Каждый день. Ну, все люди... А если я принесу, вы деньги вернете? Обязательно. По чеку все? Обязательно. Возвращайте. Деньги вернуты в том случае, если на ценнике была указана одна сумма, а в чеке совсем другая. Обычно на деле она больше заявленной в торговом зале. Покупатель вправе вернуть разницу или целиком свои средства. Эта проверка носила предупредительный характер. Через некоторое время участники инспекции снова посетят эти же магазины, чтобы убедиться, что руководство исправило все нарушения. Роспотребнадзор, если какие-то повторные, мы пишем им письмо и просим их, чтобы они участвовали в этом проверке, обслеживании, как правильно сказать. И они уже, соответственно, принимают уже меры согласно своим сампинам и всем остальным законам. Как гласит народная мудрость, покупатель всегда прав. Поэтому не стесняйтесь требовать от продавцов того, что они должны делать при работе торговой точки. И не забывайте смотреть на сроки годности продуктов. Возьмите это себе за правило. Юлия Погосян, Сергей Ларин, ВиднетВ. Сотрудники ОМВД России по Ленинскому муниципалитету отметили профессиональный праздник в Видновском Доме культуры. Побывал на мероприятии Арсений Рогозянский. Пожалуй, это единственный праздник, где нет нужды в дежурных полицейских. Ведь собравшиеся – сотрудники органов внутренних дел. Около 200 человек, многие из них, в парадном обмундировании в этот день. Сквозь рутину трудовых будней сотрудники правопорядка вспоминают тех, кто помогает им в непростой службе. Не могу не сказать о наших ветеранах, которые продолжают вносить огромный вклад в воспитание молодого поколения в нашей службе и передают лучшие традиции нашей службы. Профессиональный праздник сотрудников внутренних дел посетил глава муниципалитета Валерий Венцель. Он поздравил полицейских с праздником, а также вручил 4 сертификата на получение квартиры. Мы, как жители, как органы местного самоуправления, всегда чувствуем защиту, всегда чувствуем внимание и такое трепетное отношение и к территории жителям, которая исходит с вашей стороны. Старший инженер связи Светлана Репкина по наставлению отца, работавшего в милиции, освоила профессию сотрудника органов правопорядка. С того момента прошло уже 18 лет, однако работа не надоедает, а только мотивирует быть еще лучше в своем труде. Служба наша, конечно, трудная, но интересная. Мы стараемся помогать населению, никогда никому не отказываем в помощи, как в служебное время, так и в неслужебное время. Александр Москаев работает оперативным дежурным. Для капитана полиции трудиться сутками и быстро реагировать на случившиеся преступления – вещи привычные. Благодаря такой работе большинство правонарушений раскрываются по горячим следам. Сложности, конечно, бывают. В основном в раскрытии преступлений, также реагировании на сообщения. Бывают сложности, но справляемся. Около 30 сотрудников органов внутренних дел получили памятные подарки и грамоты, после чего начался концерт с той песни, которую знают каждый служащий. Офицеры, офицеры, ваше сердце по прицелам. Арсений Рогозянский, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Очередные 15 юных жителей Ленинского городского округа стали обладателями первых в своей жизни паспортов. О том, как прошло мероприятие, узнаете из нашего сюжета. В районном историко-культурном центре состоялась торжественная церемония вручения первых в жизни паспортов 15 юным жителям муниципалитета. Несмотря на возраст, юноши и девушки чувствовали ответственность в этот важный для них день. Я стою на новую ступень и безумно этому счастлива, потому что все-таки другой уже уровень и больше осознаешь, что будет дальше. Ребят поздравил глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов и пожелал им стать достойными представителями нашей страны. Вы родились в России, и мы надеемся, будете всю жизнь нести гордое имя гражданина Российской Федерации. А обязанность, она может быть понятной и доступной. Это соответствует тому воспитанию, которое вас положили ваши родители. При помощи сотрудников Центра госуслуг «Мои документы» глава города вручил ребятам их первые паспорта вместе с памятными обложками. После окончания церемонии с напутственным словом перед молодыми людьми выступили их родные и близкие. Самая основная обязанность сегодня у вас – это учеба, приобретение знаний, чтобы быть достойными гражданами, как говорил Моисей Исаакович, чтобы наши надежды оправдались. Поэтому учитесь, учитесь, еще раз учитесь. Во время музыкальной паузы ребята с интересом рассматривали свои новенькие документы. А чтобы этот день запомнился на всю жизнь, участники мероприятия сделали общее фото на память. Это был очень важный день для всех нас. И я учту все советы, которые дали нам сегодня при вручении паспорта. Мне кажется, даже родители волновались больше, чем дети. Спасибо большое еще раз администрации за то, что проводите такие праздники для наших детей. Надеюсь, наши дети будут примером для подорожания в будущем. И нам будет за них не стыдно. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Много работать и активно отдыхать. Таков секрет долголетия жительницы развилки Екатерины Дмитриевны Кабановой, отметившей свое 90-летие. Поздравить юбиляра вместе с главой поселения отправилась и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Екатерины Борисовой. Здравствуйте. Добро пожаловать. Добро пожаловать, мои хорошие. Глядя на эту активную, улыбающуюся женщину, с трудом верится, что ей уже 90. С этой солидной датой жительницу развилки Екатерину Дмитриевну Кабанову сегодня поздравили не только родные и близкие. Вас поздравляет. Смотрите, написано Москва, Кремль. Поздравляет вас Владимир Владимирович Путин с вашим большим юбилеем. Екатерина Дмитриевна не смогла сдержать слез, когда глава поселения Развилковская Марина Комардина зачитала ей поздравления от президента России. А уж остальные подарки и вовсе смутили юбиляра. Екатерине Дмитриевне передали поздравления от главы муниципалитета и юбилейную медаль в честь 90-летия Ленинского района. Для нас это почетная миссия прийти в этот день, поздравить наших дорогих, замечательных людей, которые вложили всю душу, все свои силы в развитие нашей страны, в ее восстановление послевоенные годы. И я думаю, что это яркий пример для нашего подрастающего поколения, для нашей молодежи. Она родилась в селе Курапово Липецкой области. Когда началась война, ей было всего 12. Тогда же берет начало и ее трудовая деятельность. Дети в те годы работали наравне со взрослыми. Они умели трудиться, но умели отдыхать, уверяет именинница. У нас была гармония, это называли свечерки. В праздничные дни мы собирались в каком-нибудь большой дом так выбирали, как бы зал такой. И вот у нас молодежь, там сколько, 15-20 человек, мы собирались в гармонии играть, мы пресали и пели. Потом была радость о долгожданной победе и работе в совхозе. А затем переезд в Москву и строительство газопровода Москва-Серпухов. В развилке Екатерина Дмитриевна живет с 1951 года. Здесь познакомилась с мужем и родились ее дети, сын и дочь. Сейчас у нашей героини четверо внуков и девять правнуков. У меня такая жизнь, как бы и тяжелая, но все равно не унывающая, радостная. Я и по сейчас вот так же, где собираемся, я могу и спеть, и сплясать. За свою долгую жизнь наша героиня успела поработать и кондуктором, и уборщицей, и кладовщицей, и озеленителем. На пенсию вышла только в 70 лет. И сейчас, в свои 90, она сама ходит в магазин, готовит и убирает в квартире, а летом работает на огороде. Я сама не верю, что мне 90, но такие годы большие мои хорошие, хорошие годы. И я вот от всей души желаю вам прожить столько же лет, трудиться, труд облагораживать человека. Много трудиться и активно отдыхать – таков секрет долголетия Екатерины Дмитриевны. И глядя на эту молодую и неунывающую женщину, в свои 90 лет продолжающую вести активный образ жизни, с ней невозможно не согласиться. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Сергей Ларин, ВИДНЭТВ. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова